МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал АЛАУ новости. В студии Елена Щегельская и коротко о главном. Отряды СОБР, кроме Кустаная, появились еще в двух городах области. Спецназовцы будут обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность при проведении различных массовых мероприятий и спецопераций. Учиться онлайн или идти в школу? В управлении образования напомнили об основных критериях перевода детей на дистанционное обучение. В Кустанайской области впервые стартовал специальный конкурс для тех, кто любит читать книги. Причем победители получат денежные призы. Подробнее расскажет Татьяна Калюжная. В Казахстане назначен новый премьер-министр. Им стал Лжас Бектенов. Соответствующий указ подписал президент. Ранее глава государства провел встречу с руководителями фракций политических партий для согласования кандидатуры. Затем депутаты Мажелиса проголосовали за Ужаса Бектенова. Новый премьер-министр 1980 года рождения, уроженец Алматы, имеет юридическое образование. Его послужной список довольно огромен. Последние его должности – председатель агентства по противодействию коррупции. А с апреля 2023 года он руководил администрацией президента. Другим темам. В Кустанайской области официально статус банкрота среди физических лиц получили 217 человек. Им в общем будут списаны 308 миллионов тенге. Причем, как отмечают налоговики, в среднем на человека приходится около полутора миллионов долга. А самой маленькой списанной суммой стали 86 тысяч. Татьяна Калюжная продолжит тему. Самой маленькой списанной суммой в Кустанайской области стали 86 тысяч тенге. А самый большой – 49 миллионов тенге, который накопил житель Аркалыка и смог доказать, что выплачивать он их банку не может. Такие данные по результатам несудебного банкротства в нашем регионе озвучили в департаменте госдоходов региона. Если брать по статистике, то наибольшее количество упоминанных заявлений у нас приходит на город Кустанай. Это 56 заявлений с суммой порядка 130 миллионов тенге. Дальше идет город Рудный. 37 заявлений с суммой порядка 51 миллиона тенге. И Кустанайский район. Там 22 заявления с признанной суммой и 16 миллионов тенге. На сегодня статус банкрота официально получили 217 кустанайцев. Им списали примерно 308 миллионов тенге. Как отмечают в департаменте госдоходов, жители Кустанайской области на старте кампании подавать заявления на банкротство начали очень активно. Сейчас их подано около 1600. Многие думали, что таким образом смогут решить свои проблемы и им просто спишут многомиллионные долги, подчеркивают специалисты. Но все оказалось не так. Люди должны были доказать, что выплачивать эти деньги они самостоятельно не могут, а имущества для продажи нет. В данный момент по 155 заявлениям проводится процедура. То есть данные заявления еще в работе. Но уже по 1131 заявлению должники получили отказ. Основными причинами отказа является погашение в течение 12 месяцев до подачи заявления. Это порядка 62% всех отказов. Далее идет наличие имущества на праве собственности. То есть 19% всех отказов. Далее причина – это отсутствие проведения процедуры урегулирования с банками и микрофинансовыми организациями. Заявления о внесудебном банкротстве в Казахстане принимаются и сейчас через ЕГОВКИЗЭТ, в отделениях ЦОНЫ и через мобильное приложение ЕСАЛЫ КАЗАМАТ. При этом специалисты подчеркивают, что люди должны помнить о последствиях, которые приходят с новым статусом банкрота. А это запрет на получение кредита в течение пяти лет и полный финансовый контроль со стороны Комитета госдоходов на протяжении трех лет. Виктор Ваташко и Татьяна Калюжная, РТН. Дело о незаконных действиях с криптовалютой вновь слушается в Кустанайском суде. Житель города обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности. Однако пока обвинение не может установить, с какими цифровыми активами имел дело обвиняемый и в чем исчислять суммы, якобы им полученные в миллионах или миллиардах тенге. На процессе побывала наша съемочная группа. На скамье подсудимых находится кустанаяц, который не желает оглашения его персональных данных и появления изображения его лица в средствах массовой информации, мотивируя это тем, что его в городе знает очень много людей. Гособвинение подозревает его в получении преступного дохода. На данный момент следствие установило, что он провел четыре операции с так называемыми необеспеченными цифровыми активами или криптовалютой. Через сайт криптовалюты 1КЗ произвел продажу, а именно необеспеченную цифровую активу USDT Деткину на сумму 20 миллионов тенге. Я передал их в городе Куснай. И также в ноябре 2022 года, инваре 2023 года, также произвел продажу USDT Перце, у Акверденову сумму 14 миллионов и 3 миллиона тенге. Следствие выяснило, что на счета подсудимого и других близких ему людей поступали и другие средства, но пока не установлено в результате операции с какими не обеспеченными цифровыми активами. Для выяснения этого обвинение просит привлечь к делу специалистов агентства по финансовому мониторингу. И вот эти цифры 2 миллиарда 78 миллионов 774 тысячи 81 тенге 34 тена, 259 тысяч 801 долларов США и 1 цент, 16 тысяч 710 российских рублей, еще пока непонятно. Вот эта выручка от реализации не обеспеченных цифровых активов, не не обеспеченных цифровых активов, если не обеспеченных цифровых активов, то еще пока непонятно каких. Защиту подсудимого не устраивает перспектива, что после привлечения специалистов пределы обвинения, как они считают, будут расширены. Они предлагают провести досудебное расследование до конца и уже потом рассматривать дело в суде. Сам подсудимый же высказал недовольство по поводу меры пресечения, назначенные ему. Он 11 месяцев находится под стражей. Я сижу в камере с убийцей, массивниками и продавцами наркотиков и прочего. Я простой бизнесмен, экономист, образованный. Ладно, я был бы там, я был бы там, опасный убийца какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь это. А я до сих пор не могу добиться домашнего ареста, вот сижу почти, еще и общественная защита. Наказанием по статье, по которой подсудимому предъявлено обвинение, может стать лишение свободы на срок до 5 лет, пока на процессе стороны изучают материалы дела. Все ходатайства будут рассмотрены в ходе судебного следствия. Виктор Ваташко, Виталий Луговской, РТН. Новые полицейские отряды быстрого реагирования созданы в двух городах Кустанайской области. Теперь спецназ есть в Рудном и Аркалыке. И он будет обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность при проведении различных массовых мероприятий. Кроме того, сотрудники подразделений привлекаются к проведению различных оперативных задач, связанных с риском. Подробнее расскажут мои коллеги. Новые специальные отряды быстрого реагирования сформированы в Ракалыке и Рудном. Инициатором создания отдельных подразделений спецназа стал начальник областного департамента полиции. Ранее отряд существовал только в Кустанае. Наши обязанности ходят охрана общественного порядка, общественной безопасности, противодействию преступности. На выходные дни поступаем в наряд. Соответственно, осуществляем патрулирование по городу Рудном. Работаем также по изъятию наркотических веществ, запрещенных предметов, оружия, огнестрельного, холодного оружия. СОБР участвует и в оперативных мероприятиях, когда нужно обеспечить внезапность проникновения следственных групп в различные помещения и на территории задержать подозреваемых и защитить жизни сотрудников полиции и гражданских лиц. Быть в постоянной боевой готовности, всегда быть по форме, всегда быть на связи, никуда никогда уезжать, быть в городе всегда. И быть готовым к любым вызовам. Даже кандидаты в спецназовцы должны быть отлично физически подготовлены, желательно иметь степень мастера спорта по боксу, борьбе или какому-либо из восточных единоборств. И во время службы тренировки сотрудников проходят чуть ли не ежедневно. Находясь на работе, не знать, с чем мы столкнемся. Преступники могут быть особо опасны. У них могут быть пистолеты, холодное оружие, ножи, биты, кастеты. Мы должны быть готовы ко всему. Много времени уделяется и огневой подготовке. Около 19 упражнений по пистолету, есть различные упражнения по автомату. Сложности возникают только с молодыми бойцами, то есть они как бы проходят в новую нашу службу, а так как бы по седали, они получают свои навыки, различные навыки, можно даже и высотные, горные. Теперь в Кустанайской области почти две сотни собровцев. В выходные и праздничные дни они, кстати, патрулируют территории вблизи увеселительных заведений и места с высокой вероятностью нарушения общественного порядка. По данным Департамента полиции, в 2023 году сотрудниками СОБРа раскрыто по горячим следам 40 преступлений и изъято у граждан 18 запрещенных предметов, в том числе пневматическое оружие, биты и ножи. Наталья Луговская, РТН. Уничтожение частного жилого дома и гибель людей предотвратили кустанайские пожарные. Ночью на одной из центральных улиц Кустаная произошел пожар, в ходе которого сотрудникам ДЧС пришлось эвакуировать не только его жильцов, но и вновь газовые баллоны. Подробнее об этом, а также о спасении из снежного перемета фуры с живым грузом и легковушек со скорой помощью. В нашей рубрике «Коротко». 5 февраля уже ближе к полуночи в диспетчерскую службу пожарной охраны Кустаная поступило сообщение о возгорании в частном доме на улице Павлова. Сообщалось, что в строении находится двое людей, прибывшие на место происшествия пожарные, обнаружили хозяина дома в нормальном состоянии и его раненую 55-летнюю жену. Женщина получила термические ожоги и порезы, а также отравление угарным газом легкой степени. Сотрудники скорой помощи на месте провели необходимые медицинские процедуры и госпитализировали ее в больницу. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. На месте работали 16 человек личного состава и 6 единиц техники. В процессе тушения огня спасатели эвакуировали два 27-литровых газовых баллона. Пожар был ликвидирован в течение часа. Причина его возникновения устанавливается. А сотрудники гардизона противопожарной службы Уликольского района оказали помощь водителю фуру, который перевозил целую отару породистых баранов. Всего в кузове грузовика находилось 150 голов мелкого рогатого скота. Около полоничей ситуацию на дороге осложнили плохие погодные условия. Машина застряла. Семь авиац погибли, в связи с чем обеспокоенный мужчина обратился за помощью к спасателям. Отреагировав на вызов, сотрудники гарнизона противопожарной службы незамедлительно вызвали ветеринара для осмотра и проверки состояния животных, а также организовали доставку сена для них, после чего помогли грузовику выбраться. Спасения проводились и на других дорогах. На 15-м километре трассы Рудный Качар машина скорой помощи и несколько легковых машин попали в снежный занос. Выбираться им вновь могли пожарные в сопровождении спецтехники. Аварийно-спасательные работы проведены и на озере Сырый Коль. Там также и снежного заноса были спасены двое мужчин 28 и 36 лет. На левом берегу водоема были спасены 4 человека, 2 супружеские пары. Во всех случаях, по данным ДЧС, спасенным медицинской помощи не понадобилось, но их поместили в пункт обогрева. Два человека спасены на трассе Аркалик Тургай. Их машина тоже застряла в снегу. Спасатели выехали к ним на служебном оазе, добирались в течение полутора часов, после чего забрали людей к себе в салон и отвезли в город. И в этом случае медицинская помощь спасенным не понадобилась. Продолжаем выпуск. В управлении образования Кустанайской области в очередной раз решили напомнить родителям, школьников и студентов, при каких погодных показателях занятия переводятся в онлайн-режим. Ведь сейчас их мнения разделились на два лагеря. Кто-то считает, что и в морозную погоду нужно учиться в школе, а кто-то и при вполне теплых для зимы показателях считает, что дети должны остаться дома. В этом учебном году школьники областного центра не ходили в школу уже 16 дней. Их переводили на дистанционку. Управление образования Кустанайской области отмечает, что перевод напрямую связан с погодными условиями, которые четко регламентированы для каждой категории школьников. Так, учащихся нулевых четвертых классов переводится на онлайн при ветре от 5 метров в секунду, когда температура минус 25 градусов. Учащихся от нулевого до девятого классов при температуре минус 27 градусов. Нулевые 11 классы и первые и вторые курсы колледжа минус 30 градусов и ниже. Хотелось бы отметить, что вот эти температурные показатели – это не то, что сейчас часто называют «ощущается», это именно показания термометров, ну и, соответственно, метеостанции в областном центре. То есть мы не говорим о том, что «ощущается минус 25», это отмена занятий «минус 25» должно быть на градуснике, ну и, соответственно, далее. Также основанием для перевода на дистанционное обучение могут служить сильный гололед или буран. По словам представителей Управления образования, точные сведения о температуре, скорости ветра и ожидаемом потеплении или похолодании предоставляются отделами образования в городах и районах метеостанциями. А еще специалисты следят и за данными от МЧС, как это было вчера, кстати. Хотелось бы отметить, что обязательно идет вот эта вот работа по отмене занятий не только с метеостанциями, она идет со службами МЧС. И когда идет предупреждение о штормовом ветре, когда идет предупреждение о буране и когда идет рекомендации по отмене занятий, к этому, естественно, прислушиваются. При этом родители школьников в этом вопросе разделились на два лагеря. Одни за отмену занятий даже при минус 22, другие считают, что и при минус 28 лучше идти в школу, чем учиться дистанционно. В свою очередь в Управлении образования еще раз подчеркнули, что родители могут самостоятельно принять решение о том, пойдет ли их ребенок в школу при значительном понижении температуры, даже если занятия не отменены. Виктор Ваташко и Татьяна Калюжная, РТН. В Кустанайской области наблюдается небольшой рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За минувшую неделю, по данным санэпидемиологов, зарегистрировано более 5000 случаев. Врачи в поликлиниках не исключают, что и сейчас заболевших может стать еще больше, поскольку по их наблюдениям именно в нестабильную погоду, когда столбик термометра находится на отметках около нуля, ОРВИ регистрируется чаще. За минувшую неделю в Кустанайской области зарегистрировано 5073 случая ОРВИ, и это, говорят санэпидемиологи, больше в сравнении с предыдущей неделей. Половина заболевших – дети. Также с начала эпидсезона, то есть с октября, в регионе выявлено 116 случаев гриппа. Больше всего заболевших в Кустанайе – 42 человека. У всех подтвержден штамм типа А – H3N2, который также известен как гонконгский грипп. В целях профилактики вируса гриппа в октябре месяце была проведена кампания вакцинации. За счет средств местного бюджета было закуплено 85 тысяч доз вакцины. Все подлежащие лица были охвачены вакцинацией, то есть это и беременные женщины, и дети с хроническими заболеваниями, и взрослые с хроническими заболеваниями, медицинские работники, дети закрытых учреждений – это те лица, кто находится в группе риска. В третьей поликлинике Кустаная случаев ОРВИ регистрируется много. За январь к врачам за помощью обратилось 2835 человек. При этом 63 ребенка были госпитализированы. Но в целом, говорят врачи, ситуация стандартная. Большого увеличения они не наблюдают. Но отмечают, что всплески заболеваемости бывают, и чаще всего это происходит в нестабильную погоду. Если температура сейчас у нас, допустим, как сейчас, в эти дни стоит от, допустим, нуля до плюс один, плюс три, допустим, естественно, вирусная инфекция будет повышаться, потому что, сами знаете, все передается воздушно-капельным путем, вся эта вирусная инфекция, поэтому розозаболеваемся, к сожалению, будет. Когда у нас идет хорошая холода, когда идут морозы, мы всегда врачи радуемся, когда идут морозы, вирусная инфекция все-таки меньше распространяется. И если от гриппа, вернее, от его осложнений можно защитить себя прививкой, то в случаях с ОРВИ санврачи рекомендуют соблюдать элементарные меры профилактики – носить маски в местах скопления людей, чаще мыть руки и проветривать помещение. Валерий Тощев, Елена Щегельская, Валерия Зиновьева, РТН. В Кустанайской области все, кто любит читать книги, могут принять участие в конкурсе и выиграть за первое место 150 тысяч тенге. Конечно, есть ряд условий. Книги читаются строго определенные для каждой возрастной категории. После участники проходят онлайн-тестирование, а по итогам лучшие пишут работу размышления. С подробностями Татьяна Калюжная. Конкурс «Читай и выигрывай» в Кустанайской области уже стартовал. Сейчас идет активная регистрация его участников на специальном сайте «Китаб10КИЗ». Она продлится до 29 февраля. Однако, как отмечают одни из кураторов конкурса, представители универсальной научной библиотеки имени Толстого, уже сейчас в Кустанайце бьют рекорды по участию. Нужных для чтения книг в библиотеках уже не осталось. «Книги на сайте уже есть в электронной версии этих книг, потому что в библиотеках, к сожалению, с такой экземплярностью книг нет. На сегодняшний день, на настоящий момент, у нас почти 4000 уже зарегистрировалось участников. Все книги, которые были в нашей библиотеке, они уже на руках. Точно так же и в других библиотеках города, потому что я вчера прозванивала, узнавала, тоже все книги читатели наши забрали». А на первом этапе жюри предложили кустанайцам прочитать книги с национальным компонентом. Это на русском языке. Для участников с 10 до 14 лет меня зовут Кожа Бердебека Сокпагбаева, с 15 до 18 – Емшан Мариса Симашко и Исааки Булата Жандарбекова от 19 лет и выше. Для чтения на казахском языке под тем же возрастным ограничением «Бердебек Сокпагбаев», «Балалык Шака Саяхат», «Бакажа Мукай Омерзай», «Смогул Елюбай Акбос Уй». В общем, за три месяца участники должны будут прочитать по три книги. Правда, авторов на апрель и май еще не определили. 2 марта будет тестирование, онлайн-тестирование. И тестирование могут пройти только те, кто зарегистрировался на нашем сайте. 11 мая будет тестирование, и по итогам трех этапов мы никого не отсеиваем. Убираются, определяются программы победителей, те, кто набрал наибольшее количество баллов за наименьшее количество времени. На тестирование дается 60 минут. Наши участники за 60 минут должны ответить на 50 вопросов. После всех лучших пригласят написать итоговые эссе по прочитанным книгам, а в конце мая определятся и победители. Обладатели первых мест получат по 150 тысяч тенге, вторых, а их будет 12 по 100, и третьих, а это 18 человек по 50 тысяч тенге. Помимо этого, те дети, которые примут участие в конкурсе на двух языках, смогут получить путевки в лучшие детские лагеря Казахстана, а взрослые – в санатории имени Карабаева. Виктор Ваташко и Татьяна Калюжная, РТН. Такими были события дня. У меня на этом все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok